МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 сентября в Академии парусного спорта с большим успехом прошел День открытых дверей. Праздник получился действительно по-домашнему уютным. Люди приходили целыми семьями. По словам одного из организаторов, Анастасии Каданевой, воскресный день 17 сентября был выбран не случайно, ведь осень – оптимальное время для начала яхтиного пути. Парусный спорт технически сложный, поэтому для лучшего вкатывания в процесс от детей обычно требуется основательная теоретическая и физическая подготовка. Мы набираем 7 лет детей. Сначала они с тренером в катере находятся. Тренером на воде уже показывают более опытных детей, которые уже умеют выходить на воду, какие-то навыки показывают. Потом этих детей из катера пересаживают, ну, подсаживают в лодке к более опытным детям. И потом уже, когда ребенок скажет, что да, я готов уже пересесть и сам, как бы попробовать на воде что-то, показать себя, потом тренер уже, как бы у нас тренеры, не уговаривают, не заставляют насильно никого. То есть это зависит от детей индивидуально, от каждого ребенка. На территории яхт-клуба Санкт-Петербурга, на базе которого располагается Академия, действовало несколько секций для детей разных возрастов, от развлекательных до образовательных и обучающих. В центральном здании было представлено несколько тренажеров. Уникальный селинмейкер, на котором можно было почувствовать себя яхтсменом, в гонкином оптимисте, самом распространенном в детском классе яхт. Рядом юные посетители испытывали в действии тренажер-имитатор виндсерфинговой доски. Чуть поодальше самые смелые тестировали специальный тренажер, имитирующий работу с карусами на трапеции, аналогичной той, что используется на скифах в классах 29, 49, 420 и 470. Правдоподобности происходящему добавлял большой вентилятор, дающий мощную струю воздуха, подобную настоящему морскому ветру. Параллельно для юных умников и умниц проходила викторина. Все угадавшие ответы, на порой не самые очевидные даже для бывалых спортсменов вопросы, получили ценные призы. Какие бывают борта? Право и лево можно и так сказать. Спасибо. На остальной территории яхтиного порта, включающих в себя и шпун «Надежда», организаторы проводили увлекательный квест, разумеется, тоже с ценными призами для всех участников. На свежем воздухе все желающие могли ознакомиться с основными классами яхт, на которых тренируются и выступают ребята из Академии. Ракета 270, 420, 470, Лазер 4.7. Хорошая погода позволила продемонстрировать в действии уникальный проект Академии «Малыш» для детишек от 4,5 до 5,5 лет. Самых маленьких гостей даже удалось покатать на лодочках, являющихся уменьшенной копией оптимистов. А что может быть приятнее, чем попробовать свои силы на воде, пусть и в бассейне? Дети остались в восторге от увиденного, не говоря уже про их родителей. Придешь сюда заниматься? Да. Ей 4,5 года, и несколько месяцев назад она вообще боялась воды. Но сейчас она и плагает, и видим, что под парусом не боится. Правда, на наш вопрос, нравится ли вам парусный спорт, что именно вас сюда привлекло, многие из ребят затруднились ответить, но это неудивительно. В таком возрасте, а основной массой будущих юных покорителей морей было от 7 до 11 лет, дети редко действуют осознанно, и инициатива в большинстве случаев принадлежит именно родителям. Ты хочешь стать моряком или парусным спортсменом, или все-таки чудоистом быть интересным? Нет, по-моему интересным поводом. Что интереснее? Поваром быть. Поваром? Да. Ты хочешь поваром быть? Да. Ничего себе. Впрочем, как показывает практика, это не мешает со временем многим из них переходить в разряд профессионалов, для которых парусный спорт – дело всей жизни. А многие уже в этот день решили для себя, что придут в Академию снова, уже в качестве учеников. Видите ли вы? Мы пришли познакомиться, нам очень интересно, хотим, чтобы внук занимался. Он тоже хочет. Матвей, да? Угу. Может быть, расскажешь, как тебе самому вообще все, что здесь происходит? Представь себе, кстати. Ну, тут прям так все, такие паруса, вот не ожидал такого. А как тебя зовут? Матвей. Матвей. Что тебе больше всего понравилось из того, что здесь происходит? Ну, это как трюль поворачивается, все это, такие, ну, как наклоняются. Ну, ты хочешь сюда еще раз прийти? Хочу. Говоря сухим языком цифр, всего мероприятие посетило более 500 человек. Оставлено 127 предварительных заявок на обучение, 35 гостей принесли полный набор документов. Это говорит о том, что мы можем ожидать появления новых звездочек в рядах юных академиков уже в следующем сезоне. Детскому парусному спорту в Санкт-Петербурге быть. Детскому парусу.